Всем привет, это первый влог, который никогда не выйдет на канал. Почему? Боже, у тебя будет 100 тысяч подписчиков, и мы такие, тот самый первый влог. Когда у тебя будет несколько миллионов, это будет, знаешь, неизданное. Да, потом это будет изданное. Ладно, раз ты здесь началась снимать, то покажу. Мы сидим на такой чудесной сидушке около серфа. Поели пиццу, было вкусно, нам понравилось. Еще, смотрите, еще, походу, там 5 кусков. Я сегодня взяла на пробу такой лимонад. Оказалось, неплохо, у него даже нейтральный состав практически. Скоро я пойду на маникюр, будем сегодня с подписчиками голосовать. Какой цвет сделать? 15.30, нам через 10 минут надо выехать. Можем уже потихонечку собираться. Ребята, а так-то мы учились. Мы написали самостоятельную работу, очень важно. Все написали на 1 балл. То есть все правильно решили. Потому что мы с девочками умные и красивые. Так, новое включение, все та же пицца. Да, ребят. Хотела показать обстановочку. На самом деле, реально очень приятно выглядит. Это Машулькина с остатками и объедками от пиццы. Вот, кстати, про что я вам говорила, вот такая скамеечка у нас тут. Мы здесь вообще на полном чиле. А вот там вы можете наблюдать серф. Да, через неделю у нас сессия. Кстати, сегодня... Ой, 13-е число у нас, 13-е июня. Если мы выпустим этот влог, то значит, мы выжимаем, ребята. Да, то значит, сессия сдана на отлично. На отлично и скидка не потеряна. У нас около универа появилась такая клубничная, я не знаю, точка, как ее назвать. Да. Смотрите. Сколько? По 420, да? Она была по 450 утромет. По 420 рублей, но мы ни разу не пробовали. Она 300 в час до этого была. Это наш корпус, самый красивый на самом городе. Короче, цены меняют. Так, ну что я приехала на волонтюр. Блин, я уже без него сейчас. Ну ладно. Вы можете подумать, что я нахожусь в какое-то странное место. Но дело в том, что я хожу к частному мастеру, и она снимает офисы в медицинском. Так что все, будем сходить. Ну что, вот и ноготочки мои. Смотрите, как получилось. Классный цвет, мне нравится. Что-то между красным и королевым. Очень здорово. Я сейчас буду приступать к макияжу, потому что сегодня у меня мероприятие по работе. Надо выглядеть супер. Буду использовать этот BB крем, который больше похож на тональник, потому что он достаточно плотный. Далее я буду наносить жидкую коррекцию. Такой у меня бронзер кремовый. Далее у меня будет консилер от Бабр. Неплохой, но, по-моему, он неплотный, как мне показалось. Далее у меня есть такой хайлайтер от Рамбонова Мейкап. Сейчас я вам его покажу. Вот такой хайлайтер. Ничего необычного. В целом мне он нравится. И вот эта пудра, это один из моих любимых продуктов. Мне кажется, про нее знают уже все. Она есть в кейсе у каждого визажиста. Очень классная, круто фиксирует, не ощущается на коже. Нравится. А, ну и забыла показать. Вот у меня еще такие румяшки есть. Очень бюджетные, кремовые. Тоже приятные, нравятся розовенькие. На глаза я нанесу тушь Кика. Хорошо подкручивает, делает эффект немного такой кукольных ресниц. И на брови я нанесу вот это мыло для бровей. Классное, хорошо фиксирует, делает реально эффект ламинирования. По кисточкам. Вот это очень классное для скульптора. Очень классно ей тушевать, но можно также и тональники ей тушевать. Вот этой кисточкой от Manly Pro я фиксирую пудру. Так, вот этой кисточкой я наношу хайлайтер точечный на носик и в уголочек глаза. И, в принципе, все. Вот у меня еще есть такой бюджетный блендер, ну самый обычный. Сейчас буду приступать. Кстати, у меня есть вот такое классное зеркало от Borg, как вы можете заметить. У него настраивается подсветка. То есть, смотрите, есть такой теплый, более холодный. Какой-то средний свет. Я обычно вот по таким крашусь. Сейчас я, кстати, без макияжа сделала только каял себе белым цветом. И буду приступать. Ну что ж, все, я накрасилась. В итоге я еще не запланированно сделала себе стрелочки. Кстати, хорошо получились сегодня. Сделала губы. Люблю такого оттенка. Сейчас я соберусь, оденусь. Не знаю, хочется пойти в платье. Но мне кажется, да, можно сегодня пойти, потому что на улице жара. Там вот такое солнце. И вот мой малыш маленький. Все, друзья, сейчас я уже на стадии финальной готовности. Приоделась в платьишко такое черное. Успела украшения. В общем, при параде. Сейчас я буду выезжать на мероприятие по работе. У нас сегодня метап в полфарме. Я постараюсь вам там побольше поснимать. Но я не знаю, если честно, на сколько будет возможности, время позволять. Но очень постараюсь. Так, ребят, такое такое обстоятельство. Я, короче, не запланированно сошла в Мак. Вязала себе чизбургер. Потому что я поняла, что я голодная. И я не знаю, когда я в последний раз. В следующий раз покушаю. Поэтому я расположу и все. Вот сейчас на улице есть чизбургер. Так, ну что. Вот, собственно, я и мой чизбургер. Сейчас я буду подниматься. Мероприятие проходит в пристранстве фотофактуры. Ну, это как большой лофт. Мы здесь делаем конференц-зал. Поднимаемся. Сейчас покажу вам обстановку внутри. Вот так выглядит у нас основной зал, и вот здесь, собственно, и будет проходить конференция. В общем, рассказываю вам немножечко инсайдерской информации, чем мы тут занимаемся. Здесь вы можете наблюдать в бейджи. То есть мы каждому нашему гостю печатаем бейджи. И печатаем прямо в моменте. У нас есть такая лента, принтер, и мы подключаем, соответственно, его к ноутбуку, печатаем и клеим на вот эти карточки. Мам, есть мой влог. И что? Уже тебя держу в курсе. Докладываю обстановку. Мама заставила меня в 11 ночи идти на мусорку и выкладывать бой. Выкидывать цветы. Потому что они стоят в коридоре, и ей не нравится, чтобы не пахнет. Потому что цветы воняют в коридоре уже полдня. Полдня. Я сказала, давай завтракать нам. Ну, нет. Ну, а завтра мне уже нам на воню. Она хотя бы согласилась сходить со мной и не бросила меня на помойке проходить. Все, в общем, вот так вот. Такие дела. Еще есть контритет, что хотела вам показать. Я решила приготовить себе макароны. Вот смотрите, какие они огромные. Пипец. Это же сколько таких надо сварить на одну порцию. Может, уже вот этого достаточно будет, я не знаю. Еще смотрите, какой прикольный пармезан. И он не тертый, а такими как сласами. Блин, прикольно. Сейчас добавлю его в пасту. Всем привет. Это новое включение. Сегодня уже у нас четверг. Я сижу на паре, как я уже говорила, у нас сегодня бизнес-статистика. Единственный семинар. И, по-моему, это вообще все из каких-либо пар. То есть у нас дальше уже чистые экзамены будут. Ну, там будет еще одно и две пары макроэкономики по бизнес-статистике как раз на следующей неделе. Но мне кажется, мы на них уже особо ничего делать не будем. И просто к экзаменам готовиться. Вот. Сейчас покажу вам, чем мы занимались. Вот такая вот история. Короче, мы делали 10 заданий в экселе. И что? Ну, что, ничего особо интересного не было. Я не люблю вот эту монотонную работу в экселе. Кстати, смотрите, я всегда ношу с собой свой компьютер, потому что я ненавижу вот эти стационарные. Они ужасно работают, ключи, поэтому я всегда со своим. Такая у нас обстановочка. Мы сели с девочками на самую последнюю парту. Хотя обычно мы сидим в числе первых. Но сегодня мы вот так захотели. И отличная погода. Мы, кстати, все такие в платьишках. Все, заканчиваем свой видеообзор. Ребята, просто смотрите, мы, короче, уже собираемся, встали, а все сидят и что-то делают. А мы просто сделали быстрее все. Ну, потому что мы подготовились, потому что мы умные, да. Но все вне сидят еще. Ну, мы все путем. Итак, смотрите, мы пришли в кофейню. Она у нас тут находится рядом прям с универом. И нам выпекли три круассана. Они сейчас свежайшие, только что из печки. Мне кажется, будет очень-очень вкусно. Так, я снова в этом прекрасном кабинете. Пришла сегодня на педикюр. И я вот не знаю, делать цвет маникюра, цвет на ногах, или же сделать какой-нибудь другой вообще. Хочу яркое что-то. поэтому сразу попросила яркую палитру. Вот. Пью свое айс латте. Обожаю на кокосовом молоке. Здесь внизу есть в бизнес-центре кофейню, поэтому я решила забежать туда. И вот такая у нас обстановочка. всем привет. Это новое включение, уже новый день. У нас сегодня грандиозные планы. Мы сначала встретились с варвошенькой в кофемании, посидели на Турской. А сейчас мы ездили за вином. Смотрите, с каким мы багажом теперь. А все почему? Потому что мы едем на киновечер. Я вам постараюсь поснимать все поподробнее, если у меня получится. Вот. Буду держать вас в курсе, но я прям в предвкушении. Будем смотреть сегодня, кстати, Оксфолл-стрит. И у нас еще будет пицца, вино, как вы уже поняли. Так что вечер обещает быть насыщенным. В общем, сейчас все. Мы уже едем на площадку, как раз, как я уже сказала, за следованием и нам уже надо, по идее, скоро приехать и начать размещаться. А вообще, что я еще хотела сказать. Последние пару дней я особо ничего не снимала, потому что я просто была дома и я училась. Так как у меня на следующей неделе сессия. Да. И, если честно, не было вообще возможности куда-то выбраться. Ну, это, естественно, только мой выбор, потому что я понимаю, что сейчас мне надо посвятить время именно этому. Вот. Так что были такие в основном домашние дни. Ничего интересного не происходило. Я смотрела консультации, я сама прорешила задания и так далее. Но сегодня вот я очень рада, что можно выдохнуть и сменить обстановку и вообще свои действия. Потому что все равно, несмотря на то, что ты как бы понимаешь, что надо готовиться, отдыхать тоже нужно, чтобы не было вот этого перегруза. Надо проветриваться время от времени. На тренировки тоже я выходила, все равно, несмотря на то, что времени практически не было ни на что. Потому что отвлекаться надо. Реально надо. Еще у нас здесь свет. Кстати, посмотрите, мы идем мимо какого-то классного мужика. вот, смотрите. Здесь квартира стоит 300 миллионов. Но это не точно, может, еще больше. Ну, прикольно, находится на Новокузнецкой. Такая здесь территория. Это Маргоша. Здесь какая-то еще кафешка. Кстати, сегодня уже максимально на летнем, потому что в Москве очень жарко, 27 градусов. и я даже вышла в таком а-ля пляжном платье. Все, мы приехали на локацию, пока никого нет. Я быстренько засниму. Блин, очень мило выглядит, мне нравится. Тут такая зона у нас будет. Пицца, вино. Что? А? Вино. Да. Смотрите, блин, очень такой камерный, приятный лофт. Кстати, вот я и мой летний лук. Так, и где-то у нас здесь должен быть проектор. А, ну вот он, собственно, где и мы и будем смотреть. Кайф, мне нравится. Очень все уютненько. Ага, спасибо. Это все, да? Да, подожди, сколько там? Да, все. Пять получилось. Все, мы забрали пиццу. До свидания. Такая вот красота. Нам будет очень-очень вкусно. Пиццу, кстати, заказали в Мейтс, никуда я там не пробовала, но мне кажется, мне понравится. Кайф приходит. Вот, и мы в одном месте. Пицца приехала. Красота. Тогда давайте кусочки всего этого года сначала поставим. Да, да. Мы специально выбрали этот фильм, потому что знали, что супер какой-то авторское кино не совсем подходит, и мы выбрали фильм, потому что уменьшение не обрасывает просто посмеяться, просто пообщаться, или на самом деле он кажется. фильм до первого остального. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, друзья, всем привет! Я пропала на несколько дней, несколько дней я ничего не снимала, дня три, наверное, потому что я полностью погрязла в подготовке к экзаменам с этой недели. Сегодня у нас получается 20 число. У меня начались экзамены. Точнее, они начинаются прямо сегодня, со вторника. И дальше они у меня идут прямо подряд, но я вам про это рассказывала. Сегодня мы пишем макроэкономику. В принципе, я чувствую себя достаточно уверенной, потому что я много готовилась. Я посмотрела там разные консультации, сама провешивала задачи. Надеюсь, что всё будет хорошо, но всё равно небольшой страх присутствует, потому что предмет достаточно сложный. Но, кстати, такой прикол... О, это близко я держу в руках, потому что сейчас хотела губы накрасить, так как я как раз собираюсь. Что хотела сказать? Нам можно использовать тетрадки с конспектами во время экзамена. То есть все прототипы задач, формулы, они там есть. И это очень-очень хорошо, это успокаивает то, что тебе не надо держать огромное количество материала в голове. Но у этого есть подводные камни, то есть поэтому, именно потому что у нас есть все материалы на руках, нам усложняют задачи, чтобы не было всё так очевидно и просто. Ну и плюс, на самом деле, если ты не знаешь, как применить ту или иную формулу, то в целом её наличие в твоей тетрадке, оно тебе ничем не поможет. Как бы то, что она просто записана, этого мало. Надо понимать, что и зачем используется. Вот. Поэтому такие дела. В общем, крашу губы сейчас блеском. Хотя, когда я буду на улице, я 100% пожалею. Навсегда так, потому что ветер дует, и у меня волосы приливают губам. Это у меня блеск, липплампер, оттенок, блин, не вижу почему-то. Не знаю, он такой с блёсточками и немножко вылечивающий. Ну, якобы. Не знаю. Не вижу разницы, на самом деле. Вот. Такой у меня сегодня летний, лёгкий, беззаботный образ. Я просто в майке и джинсах. Вот. Думаю, вы поняли. Что хотела показать ещё. Смотрите. Завтра у нас экзамен по теории вероятности, и нам можно с собой принести один лист А4 со всеми формулами, какими-то задачами, прототипами, которые мы считаем нужными, выписать сюда. И, короче, вот этот листочек, слева который, я убрала с собой на контрольную по теории вероятности. И, как видите, у меня даже вот тут ещё место осталось. Но, так как на экзамен материалов два раза больше, я скомпоновать всё решила. И, чтобы вы понимали, вот этот объём материала, то есть вот отсюда, досюда, я уместилась сюда, просто вот так вот. Но, блин, меня раздражают вот эти формулы, потому что они занимают 1 четвёртую моего листа. И у меня будет ещё столько же таких формул, то есть они ещё вот займут половину. Ну и, короче, мало места остаётся, чтобы выписать задачи. Мне кажется, это самое важное, потому что есть на что опереться. Там же в задаче, ну, все ходы решения ты прописываешь. И, то есть, да, удобно будет на что-то опереться, и очень повезёт, если что-то похожее попадётся. Ну вот, буду сегодня вечером написывать после экзамена, пытаться всё это уместить. Вот, который там вышел. Обстановочка. Ужасно. Да, конечно. Ты бы, кстати, тоже меня бы попросила. Да ну, ты серьёзно? Нет, спасибо большое. Да то что? У тебя, брат, я вообще не работаю. Спасибо. Посмотрите, как было. Мне за распечатку машинка подарила молочный шоколад. Не нужно. Всё, мы зашли в аудиторию. Ну, такой кипиш, капец. Ладно. Мы купили воды. Мы сдадим. Мы сдадим, да. Я вернусь потом. С отзывом о том, как всё прошло. Будем надеяться лучше. И так, возвращаемся в этот влог. Экзамен закончился. У вас прошла одна секунда. У вас прошла одна секунда. У нас прошёл час двадцать. Ну что, впечатление у всех. Такое себе. Давно. Было сложно. Я готовлюсь к пересданию. Честно, в этот момент просто сложно с кем-то ещё что-то разделить, поддержать и так далее. Потому что ты там сам с такой находишься в прострации, не знаешь, что тебя ждёт. Но было сложно, реально сложно. Мы сами приехали. Самое весело, что завтра у нас уже опять следующий экзамен. И как бы времени на подготовку сейчас остаётся буквально, ну, сколько-то там часов. И всё. Вот зато прогуляемся по корпусу. Нам точно сюда. Смотрите, это наш каворкинг. А там столовая впереди. В общем, ребят, я уже всё дома. Приехала после экзамена. И что я хотела сказать. Наверное, надо сказать о своих впечатлениях, да, нормально. Вам рассказать, как всё прошло. Когда нам только раздали работы, я смотрю на этот листочек, и я понимаю, вот с первой задачи, что это жесть. Ну, это реально жесть. Сложно. Очень какие-то комплексные задачи. Что-то сделать то, сё, пятое, десятое. Очень много каких-то вот этих составляющих. Потом я начала решать, с чего-то-то я могла начать. И потихонечку как-то втянулась. Одно за другим пошло-поехало. В целом всё решила. Но я знаю, что у меня там точно в одной задаче кое-что неправильно. Насчёт других задач вообще ничего не знаю. Потому что у меня не было совершенно времени, чтобы проверить, что-то пересчитать. Поэтому я ничего не знаю, если честно. Ну, то есть, нет никакой уверенности. Но я думаю, что я нормально сдала. Правда. Будем ждать результатов. Мне особо даже об этом говорить не хочется, если честно. Потому что... Об этом говорить, если уже всё написано и ничего не изменить. Надо просто не дождаться результатов. Вот. Но мы, конечно, блин, мы с такими лицами все выходили. Это жесть. Сейчас у меня уже такое чувство. У меня уже всё равно. Ну, то есть, будь что будет. Я сделала то, что я могла. Я готовилась. Реально, я готовилась. Я перед собой чисто, так скажем. Вот. Ну, а там посмотрим. Завтра у меня уже следующий экзамен. Я про эту теорию вероятности просто не устою говорить. Потому что это для меня самый сложный экзамен. Самый волнительный. Вот. Поэтому сейчас у нас начинается консультация. Сейчас, кстати, время 7.30. Консультация будет длиться 3 часа. То есть, считаем, закончу я в 10.30. Вопросы мне иногда просто кладут. Я только приехала домой, успела смыть макияж. Класс. Стойся, класс. Хорошо, что ты именирован с нами на уровне. Итак. Которых я... У нас пополнение. Мама принесла мне клавишку и червяшку. Так куда приятнее заниматься. Итак. Сейчас мы хвастаемся своими листочками. Кто, что подготовил бутерброды? Ну, Алина, я думаю, выиграла всех просто в этот тетрис. Так. У нас тут такие. А это мой, смотрите. Вот так вот. И со второй стороны. На самом деле, место еще осталось. Но мне уже нечего было сюда писать. Это уже осталось. Короче, мы стоим, ждем. Так и быть, душе группы. Хотим узнать их впечатления. Ну что, мы поймали сейчас человека, который уже написал экзамен. И оказалось, что все не так плохо. Но он умный, очень просто. Он чувствует в рейтинге. А, да? Конечно, у него все не так плохо. Кажется, мы не того человека нашли, у кого спрашивать. Но он хотя бы успокаивающий это говорит. Не, ну ладно, он перечислил все то, что в целом нам понятно. Можно запомнить, что это мейл нам не нужно. Это, если что, интегральная царема Новора Лапласа. Сейчас напоминать вариант. Он там нужен. Ой, нет. Нет, нет, нет. Давайте то же самое напишем. Смотрите, все уже собираются. Обстановка сейчас выглядит таким образом. В последнюю секунду девочки решили что-то дописать. Я уже ничего писать не хочу, потому что мне уже некуда. Это, во-первых. Ну, только если в эти промежутки... Да, Алина настолько постаралась все уместить, что у нее есть еще пол листа. Показываю вам еще раз обстановочку. Кстати, экзамен у нас будет длиться 2 часа. Так у нас обычные экзамены длятся как пара, час 20. Все, экзамен закончился. Мы пришли на перекус, как всегда, в сёрф. А что у них сузу из панини? Ой. Ты только сейчас... А я думала, ты взяла худок. Антиреклама. Короче, это наше любимое панини с пестой и курочкой. Но проблема в том, что они очень маленькие. Типа, раньше они были побольше, по-моему. Вот. Так что это какой-то недобор, мне кажется. То теперь можно брать большие панини. Тут еще есть, да, большие панини. А это типа маленькая версия. Но она все равно была раньше больше. И еще я пью мачу. Итак, все. Мы вышли из сёрфа. Хотела рассказать, собственно, как у нас прошел экзамен. На самом деле, когда я открыла вариант, у меня не было такого впечатления, как вчера. Просто типа все, это пипец. С первой же задачей. Нет. Сейчас было как-то поспокойнее, как будто хотя от сервера я ожидала, если честно, самого худшего, чего только можно было ожидать. Я не хочу думать о том, что у меня там все прекрасно и так далее, тешит себя какими-то надеждами. Но в общем и целом, мне кажется, что все будет неплохо. Ну, то есть я реально ожидала худшего. Еще учитывая то, как, в принципе, мне давался сложный этот предмет. Сегодня все случилось нормально. Очень даже неплохо, я бы даже сказала. Ждем результатов, что сказать. И надо готовиться теперь к следующим предметам. На фоне подготовки к серверу я, если честно, вообще забыла о том, что у меня есть какие-то еще экзамены, которым надо готовиться. Так что сейчас будем снова возвращаться в режим. Смотрите, мы набрели на какой-то вообще ноунейм бренд, но я, по крайней мере, такой никогда не слышала. И мне очень понравились баночки. Они как будто бы под металл сделаны, но на них такие надписи красивые. Блин, здорово. Я бы купила. А еще вот такой мы нашли. Санскрин для тела и лица. Я думаю, что такой надо будет купить себе в отпуск. Вот. Будем знать теперь такой бренд. Может быть, когда-нибудь попробую их шампунь. Так, я хотела... О, вот это то, что советовали. Я хотела попробовать такой крем. Я не ожидала. Ты не ожидала мой видеоблог? Короче, вот этот крем я хотела попробовать, но он стоит 7 тысяч, поэтому пока я не планирую. Может, у них есть какая-то мини-версия, а не в такой стеклянной банке. А еще вот тут для солнца. От солнца мне нравился вот такой спрей. Не знаю, насколько он хороший вообще. И у меня вообще, если честно, нет ничего от этого бренда, поэтому сложно что-то сказать о нем. Но мне нравятся их баночки и много положительных отзывов. Что тут еще есть? Есть еще для волос что-то для... Грязь, я просто смеюрся. Это очень неприлично. Ты потеряла... Я потеряла до речи теперь. Следующая остановка это Стэпс Кофе. Правда, я пока не знаю, что я хочу, но, кстати, мне здесь нравятся матчи на миндальном. Очень... Пришли в копирку. Так. Ой, кстати, у них такие оранжевые зонтики. Мне кажется, вообще не выхустили. Странно, странно. Ну ладно, заходим. Следуй, Кристина, я за тобой. Итак, показываю наш наборчик. Значит, у меня, как всегда, матчи на миндальном, как я и рассказывала. Кристина взяла прапу с карамельным сиропом. Мы находимся на Павелецке. Тут, кстати, это красиво. Блин, у меня с этим районом такие воспоминания странные, потому что я здесь училась в школе. И я не знаю, с одной стороны... Ну, мы учились, да-да-да. С одной стороны, такие родные какие-то края, а с другой стороны, не знаю. Сейчас, учитывая, что я уже в универе, для меня это что-то совсем чужое. Не знаю. Вот туда дальше, если идти, то мы придем в красную школу. Итак, этот день я снимала не с начала, поэтому хочу немножечко погрузить всех в курс дела, что вообще сегодня было. Значит, с утра я написала уже экзамен. Как вы помните, у меня тут каждый день, я про это рассказываю. По-английскому сегодня писала. Кстати, не без технических проблем оказалось. У меня заняло аудирование, не прогрузилась дорожка. Ну, короче, все как всегда. У меня всегда случается какая-то фигня. Надеюсь, она сюда... О, поворачивает. Субтитры сделал DimaTorzok